Вышел новый закон, новое положение, так скажем, более подкорректированное о том, об отлове бродячих животных, которые будут доставляться в приюты, наблюдаться в течение 10 дней, выдержаны будут карантин, и будут искаться их владельцы. Скажите, а раньше такого не было закона? Нет, закон практически не поменялся, кроме того, что будет дальше, что если в определенные сроки, конкретно в течение месяца, не будут найдены хозяева животного, ветеринар имеет право принимать меры по его усмотрению, усыплять животное или нет. То есть, в принципе, это развязывают серьезно руки, потому что, если это не больное животное, его не имеют права усыплять по предыдущему закону. А так это все, ну, смотри, не врача, он фактически может на свой страх, под свою совесть, да, как ему подсказывает совесть, усыплять животное. Ну, грубо говоря, уничтожить. А с другой стороны, что же еще с ними делать? Вот бродячие собаки — это бич любого крупного города. Хоть у нас, хоть в Европе, хоть где-нибудь там на Мадагаскаре, все равно бродячие собаки — это опасность. — Минуточку, Стас. — Значит, секундочку. У нас это большая опасность, это говорит, как человек, который был покусан собаками. И потом... — Уколы в живот и всякие прочие неприятности. — Да, по полной программе. — Уколы в живот сейчас не делают. — Мне тогда под лопатку почему-то делали, но не в этом дело. А в том, что вот я сколько прожила за границей, там нет бродячих собак. — Вот совершенно верно. — Там их просто нету. Но есть приюты, в которые эти собаки попадают, и их народ разбирает. — Город выделяет огромные, колоссальные суммы на стерилизацию и содержание собак. Конкретно за 2008-2009 год было выделено 1,3 миллиарда рублей. Фантастическая сумма. — Это нереальные деньги, на самом деле. — Это нереальные деньги, да. И как это делать? Проблема-то не в животных, проблема в людях. Давайте все-таки с себя начинать. Город выделяет деньги, да. Куда они идут? На каждую собачку на стерилизацию выделится 5 тысяч рублей. — Потрясающая сумма. — Не каждая собачка стоит 5 тысяч рублей, начнем с этого. — Да, начнем с этого. Вот. Идет отлов собак. Собак привозят в питомники. Составляется как бы список этих животных по номерам. И тут начинаются удивительные вещи. Что все бродячие собаки, которые привезли на стерилизацию, оказываются самками. То есть кобелей нет. И каждую... — А может, специально отлавливают самочек? — Я не думаю, что так вот избирательно они подходят к этому. Вот. Более того, их же нумеруют, их очипуют, ставят клеймо. И, значит, собака стерилизована. И вот как раньше было, и выпускают в город. И тут оказывается, что опять привозят те же самых собак, а они щенились. То есть деньги кладутся по карманам, рассовываются, а стерилизации как таковой нет. Вот давайте узнаем, куда идут деньги. — Правильное решение — наказывать хозяев собак, которые покупают, не задумываясь, не несут никакую ответственность, когда им эта собака надоела, и выпускают ее на улицу. — Это чудовищно, когда бойцовские собаки бегают по городу. Это чудовищно. Но это не решение проблем взять и убить эту собаку бойцовскую. — Совершенно верно. — Решение проблемы — наказать хозяина этой собаки на очень большую сумму. — Как и делается на Западе. — Как и делается. И в следующий раз он подумает, покупать собаку, если он не готов с этой собакой возиться, или не покупать. — Я так скажу. По поводу бойцовых собак есть вообще мнение, что нужно лицензировать их, как любое опасное оружие. То есть охотничье ружье ты покупаешь, тебе выдают документ о том, что у тебя есть охотничье ружье, и ставят тебя на учет. То же самое, наверное, должно быть с бойцовыми собаками, потому что меня пугают вот такие ситуации, когда идет по улице, там, ну, Ротвейлер или Дагерман без намордника. — И тебе говорят, не волнуйтесь, не волнуйтесь, он не кусается. — Он не тронет, конечно. Откуда она знает, что у пса в голове? Почему его перебилит, и он на меня кинется? — Ты не знаешь, что у человека в голове. — Конечно. Но вот если мы говорим об этом, то да, конечно. Но ведь и даже маленький пудель или такса, которую выгнали на улицу, она там подхватит какое-нибудь бешенство, она точно так же опасна для людей. И с моей точки зрения, ни одна жизнь человека не стоит жизни собаки. Если мы говорим о том, что бродячие собаки — это опасность, то лучше мы спасем всех людей, убив всех собак на улице. Я за радикальные меры, я согласен с уголовной ответственностью. И вот почему. Смотрите, можно каждой собаке при рождении прямо вот на ушки татуировкой или выбивать как-то, ставить номер. — Так оно и делается. — И владелец за эту собаку персональную несет ответственность до ее, собственно, окончания. Если она ему надоела, и он понимает, что вот у него два выбора, либо он ее выгоняет на улицу, его за это либо штрафуют, либо сажают, либо дают условный срок, либо он сам ее идет и усыпляет. Это его решение. Почему мы, общество, должны за него принимать это решение? — Бегать за его собаку. Он перекладывает на нас проблему. Он говорит, мне собака надоела, дальше я ее выбрасываю, вы с ней возитесь, как хотите. Дальше, естественно, дети играют в песочницу, бежит эта бродящая собака. Абсолютно неконтролируемый процесс. Кто должен отвечать? Отвечать должен владелец собаки. Субтитры создавал DimaTorzok